Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Решетов вместо бампера и маршрутка вверх тормашками. Подробности страшной аварии на Минской. Горькая нужда. Бобручанин вломился в магазин за дозы горячительного. Как это было? Дело труба. Американец пытался скрыться от погони в вент-шахте магазина. Покажем. Мы начинаем. Поехал на Красный. На Минской столкнулась легковушка и маршрутная газели. К чему приводит невнимательность на дороге, узнала Анастасия Шевцова. Один из самых аварийных перекрестков города, Минская-Георгиевский, вновь приковал внимание бобручан. В пятницу около восьми вечера здесь столкнулись легковушка и маршрутка. От удара маршрутка перевернулась. Кузов легковушки теперь похож на решето. Белый седан ехал по Крылову в средней полосе. Автовладелец отвлекся и выехал на перекресток на Красный. Я начинал движение просто. Наверное, я не помню. Посмотрел, может, в сторону. Просто машины справа поехали на стрелочку. Надо быть внимательным. В салоне оранжевой газели было пять пассажиров. Все остались живы. Водитель испас пристегнутый ремень безопасности. В результате ДТП некоторым пассажирам починили целесное повреждение, но в госпитализации они не нуждались. По факту ДТП проводится проверка. Водитель легковушки полностью признал вину и раскаялся. На личном опыте ощутил, к чему может привести невнимательность на дороге. Анастасия Шевцова, Максим Галенко, Бобруйск, 360. В Бобруйском районе средь бела дня загорелась баня. Огонь чуть было не перекинулся на жилой дом. Здание вспыхнуло в считанные минуты. Порывистый ветер перекинул пламя на гараж и сарай. Полыхал весь двор. Пожар виднелся за несколько сотен метров. В ожидании худшего хозяева в спешке стали выносить из дома документы и ценные вещи. На место ЧП подоспели спасатели. Бойцы МЧС одолели стихию. В результате данного пожара огнем уничтожено несколько хозяйственных строений деревянных, а также полностью уничтожено кровля хозпостроек. Спасателям удалось отбить от огня жилой дом. Гаране выясняют. По предварительной версии, всему виной неисправность отопительного оборудования. Пострадавших нет. В понедельник на Горьково вспыхнула квартира. Клубы дыма в окнах заметили прохожие и тут же позвонили на пульт МЧС. Жители дома на Горьково проснулись от запаха гари. Вся квартира была в дыму. Люди позвонили в 112. Вчера этот дом окружили машины с мигалками. Языки пламени пробивались сквозь тот балкон на четвертом этаже. Чтобы попасть внутрь квартиры, спасатели развернули автолестницу, залазили через окно. Внутри никого не было. Позже выяснилось, жилплощадь сдается в аренду. Во время ЧП квартирант был на работе. Работало три подразделения. Действовали слаженно. Поэтому пожар удалось ликвидировать, скручаясь от сроки и нанесение минимального материального ущерба. Тем не менее, соседи снизу подсчитывают убытки. На их балкон попала расплавленная пластмасса. Этот парень сказал, что там пластмасса как докапала, вот такие вот перила, они там повреждения такие. Он сказал, все сделаю, купите все, плачу, какое вам надо, я сам все сделаю. Все в дыму было, туман. Приехала служба, все быстро сделала. Ну и сказал, что пояснил нам мотивы это тем, что я положил, кинул окурил на балконе, положил окурок, ведро, пластмассовый ушел на работу. После обеда загорелся сарай на Советской. Пламя уничтожило крышу, пострадали несущие балки, стена покрылась гарью. Неподалеку стоит жилой дом и пятиэтажка. Огонь мог перекинуться на них в любой момент. К моменту прибытия подразделения хозяин находился на улице. Причина данного пожара устанавливается, однако одна из более вероятных версий – это детская шалость с огнем. Специалисты просят родителей лишний раз напомнить детям правила пожарной безопасности. Спички – не игрушка. Молодое поколение не может в полной мере оценить риски. Отвечать за подобные шалости придется родителям. Анастасия Шевцова, Максим Галенко, Бабруйск, 360. Бабруйский мужчина-подшофе разбил витрину в магазине, чтобы похитить спиртное. При попытке проникновения сработала сигнализация. На место тут же прибыли правоохранители. 29-летнего подозреваемого, как сообщается, задержали в течение считанных минут. Двое братьев погибли на пожаре в Глузском районе. Когда огнеборцы прибыли на место, кровля и перекрытие здания частично обрушились. Дом горел открытым пламенем. Из-за сильного задымления и высокой температуры спасатели с трудом обнаружили тела двух мужчин. Оба погибших нигде не работали. Причина пожара устанавливается. ДТП со смертельным исходом под Могиревом. Иномарка несколько раз перевернулась. Двух пассажиров выбросило на проезжую часть. Водитель Форд Фиеста ехал по трассе. На повороте шофер прибавил газу и потерял контроль над машиной. Один из пассажиров от полученных травм скончался на месте. Водитель госпитализирован. В Климовичском районе двое местных жителей украли с машинного двора несколько аккумуляторов. Имущество подозреваемые похитили с одного из открытых акционерных обществ района. Сотрудники уголовного розыска, осмотрев здание, обнаружили пропажу трех аккумуляторов и 95 литров моторного масла. Награбленный фигурант вынесли через проем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое местных жителей. Ранее они работали на данном предприятии, поэтому хорошо знали территорию и расположение зданий. Предположительно, ночью похищенное имущество они донесли до деревни и спрятали в одном из гаражей. В отношении 43-летнего и 55-летнего жителей деревни Звенчатка следователями возбуждено уголовное дело. В Техасе мужчина пытался попасть в бизнес-центр через вентиляционную трубу, но застрял на полпути. На этих кадрах спасатели пытаются достать бедолагу. На все про все им понадобилось не меньше часа. Со слов очевидцев, предполагаемый вор спасался от слежки. В истинных мотивах мужчины разбирается полиция. Это была сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в ютубе и соцсетях. Я Кристина Реянс. Увидимся через неделю.